Итак, друзья, мы с вами переходим к созданию серединки туловища нашей бабочки. Для этого мы набираем 2 бисеринки золотых и 1 бисеринку темно-синюю. И проходим иголочкой в первую золотую бисеринку. Вот эту вот ниточку нужно оставить подлиннее, чтобы потом нам было удобно ее закрепить. Держим. За эту ниточку мы сейчас будем держать. Дальше мы набираем 1 бисеринку синюю и проходим иголочкой в синюю. У нас должно выглядеть это вот так. Дальше мы набираем 1 золотую и проходим иголочкой в синюю. После чего опять набираем золотую, проходим иголочкой в синюю. Дальше набираем синюю, проходим иголочкой в золотую. Набираем опять синюю, проходим иголочкой в синюю. Набираем золотую, проходим иголочкой в синюю. Дальше опять набираем золотую, проходим иголочкой в золотую. После этого мы снова набираем синюю, проходим иголочкой в золотую. Набираем синюю, проходим иголочкой в синюю. Дальше набираем золотую, проходим иголочкой в синюю. опять набираем золотую проходим иголочкой в золотую вот так дальше, друзья, смотрите у нас получается вот так если мы повернем, так будет правильнее вот это наша часть туловища дальше мы набираем одну синюю и проходим в вот эту нашу золотую опять набираем синюю проходим в синюю снова набираем синюю проходим в синюю у нас должно быть смотрите, если мы посмотрим по вот этому краю будем смотреть у нас вот тут сейчас должно быть 3 бисеринки синих поэтому мы вот так вот набрали еще раз синюю прошли опять набрали синюю возвращаемся вниз опять набираем синюю и проходим в вот эту синюю дальше, друзья, мы набираем золотую и проходим иголочкой в вот эту синюю после чего мы набираем синюю проходим иголочкой в золотую опять набираем золотую проходим иголочкой в синюю дальше набираем синюю дальше набираем синюю проходим иголочкой в золотую если мы посчитаем тут у нас должно быть 5 синих 1, 2, 3, 4, 5, правильно дальше мы набираем одну синюю и проходим иголочкой вот в эту синюю бисеринку дальше смотрите, что у нас получилось мы поворачиваем работу набираем 2 бисеринки синих точнее мы с вами наберем одну бисеринку синюю и один биконус, который будет чуть-чуть больше по размеру это будут глаза нашей бабочки либо же можно взять просто золотую бисеринку я скорее всего возьму золотую просто и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой так как мы с вами это уже и делали и возвращаемся через золотое подтягиваем только аккуратно чтобы у нас не повело нашу работу дальше у нас должно быть еще 5 бисеринок синего цвета в этом ряду держим и продолжаем 1 2 3 4 4 4 5 вот так на этом вот эта вот часть боковая одна у нас закончена и сейчас нам необходимо выйти иголочкой с вот этой вот золотой бисеринкой для этого мы проходим через две предыдущих синих дальше проходим через золотую и синюю вот эту подтябр нитка запуталась нужно очень аккуратно быть чтобы такого не случилось вот мы подтягиваем все вот так подтянули хорошо все дальше проходим иголочкой через золотую бисеринку золотую и синюю вот эти выходим иголкой с синей бисеринки после чего мы завяжем эти две ниточки чтобы дальше не распускалось наше плетение эту ниточку вот эту мы оставим потому что потом ее нужно будет запрятать аккуратненько так чтобы она не портила наш вид дальше проходим иголочкой через вот эти бисеринки видите вот до сюда дальше набираем одну золотую проделываем то же что мы делали когда делали крылышки дальше одну синюю пришиваем вот так далее одну золотую пришиваем дальше одну синюю пришиваем пришиваем дальше одну золотую опять же пришиваем теперь синюю пришиваем и опять синюю пришиваем и опять синюю пришиваем вот так теперь одну золотую и пришиваем ее вот так дальше дальше у нас идут бисеринки синего цвета их должно быть пять штук раз два три четыре и опять и опять и опять и опять дальше и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой возвращаемся вверх через золотую далее набираем одну бисеринку синюю она должна быть не одна их должно быть пять штук раз два три четыре пять на этом наше туловище можно считать законченным сейчас мы перейдем и сделаем нашей бабочки усики можно обрезать неточку ну то есть запрятать неточку потом обрезать и потом вывести ее с другой стороны из той которой нам нужно а можно вот так вот как я сейчас делаю пройтись через бисеринки вверх для того чтобы выйти с самой угловой бисеринки вот так подтягиваем дальше друзья смотрите мы вывели иголочку с вот этой вот крайней бисеринки дальше набираем одну бисерину смотрите у нас ниточка выходит с вот этой вот уголковой бисеринки после этого нам нужно набрать 26 бисеринок через одну начиная с синей набрали и подтягиваем после того как подтянули первую синюю мы пропускаем у нас начинается с синей и заканчивается с синей первую синюю мы пропускаем и через все остальные бисеринки до самого начала мы с вами проходим иголочкой прошли после чего проходим иголочкой с другой стороны через ту же бисеринку с которой у нас начиналась начинался этот усик дальше подтягиваем крепко-крепко подтягиваем у нас вот эти усики должны торчать поэтому нужно очень хорошенечко затянуть вот так дальше проходим иголочкой через все бисеринки до уголковой бисеринки с другого края и повторяем то же самое после чего у нас получится серединка которую нам нужно будет пришивать к нашим крылышкам серединка у нас должна получиться вот такой эту ниточку мы будем запрятывать запрячьте ее самостоятельно второй усик сделайте самостоятельно и дальше сшивать мы с вами уже будем итак друзья с одной стороны я уже пришила два крылышка как-то увлеклась и забыла что я камеру не включила вот значит сейчас будем пришивать вторых два вместе с вами смотрите нам нужно вывести ниточку с той бисеринки которая у нас прямо под глазиком вывели дальше берем наш крылышко вставим его вот так вот к туловищу и проходим иголочкой через первую вот эту синюю бисеринку прошли дальше проходим иголочкой обратно через ту бисеринку с которой у нас выходит ниточка вот так подтягиваем дальше выходим иголочкой с второй бисеринки синей зацепляем черную бисеринку и теперь пропускаем ту бисеринку с которой выходит ниточкой в следующую иголочкой при этом это все дело нужно очень крепко затягивать дальше выходим иголочкой следующей бисеринки вот она у нас и проходим иголочкой через последнюю синюю тут после чего возвращаемся обратно через ту синюю бисеринку с которой у нас начиналось вот этот шаг начинался дальше на этом вот эта крылышка уже пришита приступаем к пришиванию второго крылышка второе крылышко мы проходим иголочкой через золотую бисеринку подтягиваем крепко и у нас ниточка выходит с этой первой бисеринки синий берем второе крылышко прикладываем его вот так и проходим иголочкой через синюю бисеринку первая у нас черная ее мы не трогаем через синюю мы проходим иголочкой прошли подтянули дальше возвращаемся обратно через ту же бисеринку с которой выходила ниточка подтягиваем дальше проходим иголочкой через следующую синюю вот так вот прошли и выходим иголочкой через следующую синюю точнее мы прошли вот тут через синюю значит сейчас мы выходим через золотую и синюю подтягиваем берем крылышко и проходим иголочкой через черную бисеринку после чего возвращаемся вверх смотрите сначала оно не держит форму возвращаемся через ту же бисеринку и проходим иголочкой теперь через золотую бисеринку возвращаемся через синюю вот так подтягиваем опять через синюю и проходим иголочкой до вот этой вот синей бисеринки смотрите сейчас я покажу так чтобы было хорошо видно ниточка у меня это путается смотрите мы вышли иголочкой с вот этой вот синей бисеринки которая у нас на самом уголочке вот она и проходим иголочкой через черную бисеринку вот так вот и возвращаемся через ту же синююю вот вот так подтягиваем дальше мы просто заканчиваем ниточку и вот что у нас с вами друзья должно получиться вот такая вот красивая бабочка дальше вы заделываете ниточку самостоятельно смотрите если вот эти вот усики у вас так же как у меня вот падают да в них внутрь можно вставить проволоку самую обычную проволоку и тогда они будут стоять так как нам это нужно вот собственно такой вот такая вот красивая бабочка у нас получилась на сегодняшнем мастер-классе я очень надеюсь что наш мастер-класс был для вас полезен подписывайтесь на мой канал добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соц сетях и до новых встреч в новых видео друзья мои пока пока я не знаю если я